Всем привет! Сегодня мы меняем сенсор на телефоне UmiROM X. Сразу же раскроем посылочку, которая дошла быстро. На удивление, авиапочта. И что мы видим внутри? Инструмент. Скотч 3М. Так, сам сенсор. Визитная карточка продавца. Сенсор какой-то странный. Или он там в чем-то лежит просто. Они прям запаяли пакет. Так, похоже на оригинал. Так, и что тут из инструментов? Наверное, стандартный набор для всех. Пластмассовые ломики. Так, отверточки. На крестообраз на 2 звездочка. Так, ну это, наверное, разглаживать. Чтоб я хорошо приклеил. Так, начнем с самого телефона. Так. Где же он открывается? Уже забыл. Так, это в стороночку. Чтоб не мешало. Снимаем батареечку. И откручиваем по периметру вот эти вот болтики. Так. Отвертка не магнитится. Это, конечно, не магнитится чуть-чуть. Это просто с пломбой было. Болтик. Ну, ты магнитится. Так, вот я 9 болтиков выкрутил. По идее, вот эта черненькая вся пластмассочка должна сняться. Здесь что-то не получается. А-а-а! Все! И бабес! Бабес! Так, ну что-то вот тут все-таки держит. Сейчас я посмотрю. Ага, вот тут вот вверху еще получаются две клипсики. А вот он за счет не держался. Так, металлические кнопочки боковые снимаем. И теперь нам, по идее, вот эту вот площадочку вверху нужно выкрутить, чтобы она поддалась вверх. Потому что шлейф сквозь нее проходит. И его не вытащить тут. Чтобы не порвать. Итак, мы, короче, сам шлейф вот вверху отсоединяем. Наклеечка его держала немножко. И теперь пытаться надо приподнять по идее сам сенсор. Мне бы вот эту сейчас еще жрецочку снять. Значит, я открутил еще три болтика с кнопочки и приподнял к платку. Получается, теперь можно шлейф просунуть. Ага, вот эту надо всю раскручивать, по идее. шлейфу. данный так, в принципе, просунется туда. Сейчас мы его просунем аккуратно. Ну, все. Все, и то, я не стал вот эту получается разбирать. пролез он и так. Осталось дело за мало. Отклеить дисплей. с этой стороны как раз можно теперь начинать отдирать его. Вот, потихонечку. И вот, смотрите, получается, от этой платки отсоединил дисплей. И вот оно все, в принципе, поддалось. Дело в том, что сенсор к дисплею приклеен. Здесь надо теперь нагревать, аккуратно вынимать. сенсор расколот вверху. В принципе, он без нагрева сейчас, по-моему, легко поддастся. Точно. Отклей не такой термоядерный. Бывает, попадается, что очень сильно. Бывает, портится даже дисплей. Вот здесь нормально. можно воспользоваться, конечно, обезжиривателем, брызнуть. Тогда он точно отстанет очень легко. Так, снизу осталось. Не все могут так быть приклеены. Так. отлично. Дисплей освобожден. Итак, ставим теперь дисплейчик на место. Очень осторожно. Ну, вот получается все. Да, вот эта резиночка выпала. Это у нас датчик приближения датчика освещенности. и потом так вот приложим, не забыть надо. Так, теперь нужно вымерить скотчик, вырезать так, где можно приклеить сам сенсор новый. Этот скотч, который прислали, его лучше еще где-то на 2 разрезать. Вообще продаются тоненькие. Скотч желательно 3М, он самый крепкий. Где-то вот так, только нужно под микрофон оставить место здесь. Вот здесь вот внизу. Так вот с одной стороны надо наклеить. Еще на 2 части разделил между микрофоном. Будет короче с 2 половины тут внизу. получается кроме как вверху и внизу тут больше нет по краям нет места для него. Ну вот получается внизу и 3 кусочка небольших вверху. Прежде чем клеить конечно желательно проверить сам сенсор на работоспособность. Приклеить а вдруг он не работает. Поэтому сейчас не отдирайте сверху скотч подсоединяйте шлейфы батарейку проверяем работает тогда уже приклеиваем. Так вот все подсоединило включаем ну эту кнопку включается загорелся ждем загрузки и проверяем его. итак проверяем через эту пленку то он вообще будет работать или нет я не знаю. Не работает вроде бы. Надо пленку содрать наверное все-таки. Короче работает он. Через пленку это плоховато она совсем толстая какая-то и надо еще заднюю пленку содрать поэтому немножко синего оттенок отдает. Сейчас в общем все сдираем наклеиваем и собираем. Итак теперь отрываем вот эти вот все бумажки с двухстороннего скотча на корпусе телефона. Так теперь отклеиваем сначала синюю нижнюю часть и аккуратно ровно ложим чтобы везде все сошлось по всем уголкам и только уже после этого начинаем разглаживать пойдем вот эти пластмассники они оставили это наверное и есть можно ими разводить так ну пойдем держится хорошо вообще это хороший скотч все нужно легко отдирается полностью кусочки клея не остает так и теперь просовываем наш шлейф в верхнюю часть так а вот он здесь вот заделся за клипсику сейчас возбежание повреждения шлейфа все-таки решила открутить железочку поставить сначала вот эту часть сейчас подожди поставлю и посмотрю так вот эту сначала часть а потом прикручиваем уже вот так вместе со шлейфом вот вот так вот задеваем теперь все одновременно на место ставим на что у нас шлейф просунулся теперь вот этот вот сюда без всяких там косичков и теперь закручиваем 4 болтика сверху ну вот вставляем значит на место шлейф 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 защёлкиваем его приклеиваем на место все прикручиваем платку вместе смотрите только один болтик здесь прикручивается на кнопочки потому что вот этот болтик вместе с черной пластмасс перекручивается вот и уже подсоединяем антенку смотрите уложите ее в канальчик вот так вот ее натянуть можно вот так вот немножко поддав вверх все она в канале собираем так не забываем положить кнопочки на места значит так вот эту кнопочку далее вот все теперь у нас эта черная пластмасска защелкивается и притягивается девятью оставшимися болтами итак проверяем работоспособность теперь собрано видите все прекрасно отодвигается шторки в общем работает по идее да работа так интернет выключен сим нет в общем вполне работа способна теперь телефон отличный сенсор кстати стеклышко все четко подошло никаких зазоров нигде в общем я доволен ссылка на продавца стекол в описании доставка быстрая буквально две недели на удивление с нашей почты в последнее время совсем медленно доходили по ссылке но это дошло очень быстро хорошо у него там и аксессуар для разных телефонов там и чехлы и кейсы есть пока удачи